Приветствую всех любителей жуть и вы на канале Faos. Замечательные времена приставок Nintendo 64 и PlayStation 1. Множество действительно хороших игр вышло на эти приставки. И хоть все они не могли похвастаться по нынешним меркам шикарной графикой, игры этих лет остались в памяти и сердцах геймеров на долгие годы. Но в интернете также присутствуют и истории о так называемых потерянных играх, которые при обнаружении спустя долгие годы показывали игроку довольно жуткие картины. Об одном из таких случаев потерянной игры с приставки Nintendo 64 мы и поговорим в сегодняшнем видео. Но перед началом советую вам по традиции подписаться на мой телеграм-канал. Там я публикую актуальную информацию по состоянию монтажа новых видео, рассказываю о своих планах, а также здесь вы можете узнавать новости канала в целом. Ну и можете в наш тескорт сервер вступить, где иногда мы с ребятами собираемся вечером за ламповыми посиделками в голосовом чате и время от времени проводим небольшие ивенты. Все нужные ссылки в описании. А также хотелось бы извиниться за долгое отсутствие видео и постов в телеграме. Личная жизнь, некоторые проблемы, да и учеба просто не позволяли мне делать что-то большое в плане контента. Но теперь я вернулся и уже надеюсь точно. Надеюсь на ваше понимание. А теперь приступаем к видео. Игра Shipwrecked 64 на первый взгляд не чем непримечательная видеоигра с приставки Nintendo 64. Завязка самой игры проста. Бобер по имени Баки вместе со своими друзьями отправляется на лодке рыбачить. В какой-то момент Баки замечает вдали шторм и их лодку выносит на берег острова. Друзья выживают, однако их вместе с лодкой забирает волк, обитавший неподалеку. И теперь игроку в роли Бобра Баки предстоит выполнить несколько незамысловатых заданий, чтобы вернуть своих друзей и в конечном итоге вновь отправиться на воду. Сам картридж, как уверяют нас разработчики в начале, был куплен на ebay у некого Дэниэля. Также они упоминают, что для запуска игры им потребовалось создавать собственный эмулятор, так как со всеми другими эмуляторами Nintendo 64 игра отказывается запускаться. Все, что происходит в игре, это то, в каком виде она и есть. Ничего не было отредактировано или же добавлено самими покупателями. Первое, что сходу можно отметить, это дизайн персонажей в заставке, что выглядят весьма жутко и напоминают костюмы талисманов, но к этому мы вернемся позже. Игра, как ясно из заставки, начинается на острове. Цель игрока – найти друзей и вернуть лодку. Так, бродя по локации, Баки сперва находит марша Уолтера, который оказался на острове по той же причине, что и Баки с друзьями. Его лодка застряла на вершине холма, и теперь игроку, прыгая по платформам, предстоит до нее добраться. Однако, не все так просто. Уолтер просит Баки ни в коем случае не двигаться при наступлении темноты. Что произойдет с Бобром, если тот ослушается марша, мы узнаем чуточку позже. В конечном итоге Баки добираются до лодки, в ответ на что получает благодарность Уолтера. Но на задании также можно найти и ключ, что открывает дверь в начале уровня. Загадочный проход ведет игрока в дебаг-зону, которая наполнена табличками с сообщениями. «Ты лишил нас финансирования. Ты забрал деньги из нашей семьи». Следующая локация с заданием – театр, где встречаем второго друга Баки, гуся по имени Джованни. Волк, что похитил его, поручил ему приготовить еды. Но гусь оставил много включенных плит, за которыми и нужно следить игроку, попутно выключая их, если из тех начнет идти дым. Получив слова благодарности от Джованни, можно отправляться на последнюю локацию, где игрока встречает тот самый Волк, что похитил друзей и забрал лодку Баки. Волк рассказывает Бобру про заброшенный порт неподалеку, в котором спрятаны горы сокровищ. Хитрый зверь не говорит, почему он сам не отправился туда. Возможно, все дело в жутком монстре, который будет по пятам преследовать игрока, пока тот собирает драгоценности из сундуков. В конце концов, возвращаясь с сокровищами целым и невредимым, Баки получает свою лодку обратно. Последнее задание выполняется у выдры Оливии. Волк поручил ей собрать кокосы, однако сама она не может справиться с поставленной задачей, поэтому просит нас о помощи. Собрав 20 кокосов и выполнив все задания на острове, можно смело возвращаться к лодке. Так Баки и его друзья уплыли. Конец. Однако это еще далеко не все. В игре присутствуют еще две концовки, и они, в отличие от первой, не заканчиваются так хорошо. Для второй концовки на лодку должен вернуться Баки и один или несколько его друзей. Главное условие – уплыть должны не все. Тогда в конце мы получаем довольно жуткую картину, где нам вблизи показывают всех персонажей, включая Баки, и у каждого отсутствуют глаза. Также у Гуся заметна вилка в одном из глаз, а с Марша стекает кровь. Для последней концовки игроку придется провалить все задания. На каждое из заданий дается несколько попыток. Однако, если каждый раз проигрывать, игра начнет показывать свою мрачную сторону. Начнем с задания Волка. Для проигрыша игроку необходимо попасть в лапы загадочного существа, обитающего в порту. На первый и второй раз ничего не будет происходить. Игроку просто дадут еще попытку пройти задание. Но, если на третий раз игрок проиграет, уровень закончится сообщением. Здесь нет ничего для тебя. Далее идет задание Оливии, провалив которое два раза, игрок вызывает глюки экрана в виде искаженной морды маскота. На третий раз появляется запись разговора некой Оливии. Продолжение следует... Анонименно, please. Брэндон has been showing up every night to my residence. Брэндон и Ластер, you know, the other costume pack. He just walks by, still wearing the suit, sometimes just placing his hand on the window. Other times, he'd grab the sliding glass door, jiggle the handle around, like he wanted in. I'll let the dead eyes of that stupid costume stare back at me. Last night, though, is the reason I'm doing this. Брэндон walked over and just began to slam his head against the door. I don't know why, but it kept me up for the several hours this went on. He only left it around four in the morning, stumbling away, leaving a gross stain all over the window. Please, please, just deal with him. I can't afford to keep breathing and sleep. После этого на локации появляется загадочная дверь, ведущая игрока через коридор шкафчиков. По итогу, игрок находит стоящую в пустой комнате Оливию, при взаимодействии с которой появляется лист формы заявки на участие в программе Starling. Starlingi прошли путь от небольшой идеи и эксперимента до неотъемлемой части процайского отпуска. В результате они очень дороги в их создании и еще дороже в их уничтожении в случае нанесения какого-либо ущерба. Подписывая эту форму, вы настоящим клянетесь под угрозу увольнения, что этот Starlingi был проверен, протестирован и находится в достаточно здоровом состоянии, чтобы не напасть ни на кого из находящихся поблизости гостей, жильцов, на другого человека или животного. Штрафные санкции будут наложены, если эта обязанность будет выполнена неправильно. Если этот Starlingi пройдет свои испытания в парке, вы, возможно, сможете получить компенсацию за потраченное время. Сбоку фотография маскота Оливии. Причина гибели. Утонула. Здесь также замечено, что у маскота Оливии проблемы с зубами. Документ подписан неким Джонсоном. Как и с предыдущими заданиями, квест Джованни необходимо провалить два раза, после чего нам показывают довольно жуткую запись, где маскот в виде бобра сначала разбивает чьё-то лицо о стену, а затем эту же жертву окунает в кипяток на плите. После последнего третьего проигрыша демонстрируют результат жестокости человека в костюме бобра. Бездыханное тело лежит рядом с плитой. Пройдя в очередную дверь, игрок оказывается в большом зале, полном картин, где в одной из комнат нас ждёт Джованни. При взаимодействии с ним появляется уже знакомая нам форма заявки, что была подписана Тиффани Уотерс и содержит информацию о маскоте Джованни. Подмечается, что у гуся есть одна странность, видев вилки в глазу. Причина смерти – сильные ожоги. Остался без лица. Последнее задание игрок берёт у Марша Уолтера, и первое, что бросается в глаза – это выдра Оливия, которая преследует нас на уровне, и у которой отсутствует лицо. При втором провале задания появляется запись, где оператора, идущего по коридору, встречает маскот Баки. Спустя несколько секунд мы видим последствия этой жуткой встречи. Бобар безжалостно избивает очередную жертву офисным креслом. После третьего проигрыша, вероятно, последние секунды жизни оператора из прошлой записи. Дверь на локации отправляет игрока на пляж со статуей, где находим Марша Уолтера и предпоследнюю форму заявки, подписанную Луисом. Маскот Морш Уолтер. Причина смерти – нападение. Подмечается, что с маскота стекает кровь. Если игрок решит вернуться к лодке, игра сообщит, что на острове находятся деревянные куклы, способные воссоздавать звуки окружающей среды, таких как пение птиц. Именно по этим звукам игроку и предстоит находить кукол. Первая кукла открывает нам запись телефонного звонка. При встрече со второй мы слышим разговор двух разработчиков, где один явно недоволен полученным результатом. После взаимодействия с третьей мы вновь слышим претензии по поводу игры от одного из создателей. Найдя последнюю куклу, получаем последнее сообщение от одного из создателей. Думаю, что мы можем вообще перестать наши величины для этого много времени? То есть, что вы хотите, чтобы это сделать? Думаю, я могу даже сказать! Я говорю, мы готовы. Мы не поднимемся в этом проекте. Если вы можете поставить что-то на нас, что это техническая marvel, которую вы описали, я не хочу видеть это. Мы не можем продолжать снижать деньги в это. Слышь! 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 Хорошо. Я вижу, что я не хочу. В конце мы видим обращение Конора к своему сыну, где просит, чтобы тот взял камеру и перенес видеозаписи в файлы игры. Затем идет съемка с крыши дома, и оператор прыгает вниз. В итоге игрока переносят в поле, где стоит одна единственная дверь с надписью «Выход», и игра заканчивается. Последнее, что мы видим, форму заявки с маскотом Бабрабаки, Брэндона Лестера, что погиб от фентанила. Форма подписана Луисом. Игрока возвращают в главное меню, но на этот раз, на борту, опустив голову, стоит и лишь Бабки без глаз. В итоге мы имеем историю о сошедшем с ума разработчике, которому доверились создание игры о маскоте Бабки. Конор, имея огромный бюджет для создания игры, не справляется с поставленной задачей. Игра в конечном итоге выглядит сыро, и совсем не такой, какой ее ожидали увидеть. Изначально, желая создать игру, которая понравилась бы его сыну, Конор получает недовольство в свой адрес, и сходит с ума, устраивая резню в костюме маскота Бабрабаки. Однако в конце игры, мы видим имя некого Брэндона. На этого человека уже поступали жалобы от Оливии, где в своих записях она делилась переживаниями, что жуткий костюм Бабки бился головой о ее окно. В конечном итоге, Брэндон умирает от чрезмерного употребления лекарств, после чего Конор надевает костюм маскота и убивает несколько людей, чьи души оказались заперты в игровых персонажах. Конор, после череды убийств, кладет руки и на себя, что мы и видим на последней записи, где он прыгает с крыши дома. Сегодня мы рассмотрели достаточно загадочную игру, которая даже при анализе всего и вся покрыта коркой тайн, разгадать которой мы еще не можем. Поэтому нам остается лишь строить догадки на тему того, что произошло с печально известной игрочей проекта 64. Должен напомнить, что все сказанное в видео не является точной информацией. Это лишь теории и догадки, выстроенные на основе того, что мы имеем в игре на данный момент. Не забывайте подписываться на этот канал и на канал в Телеграме. Все нужные ссылки в описании. С вами был Фаус, и помните, тьма наступает.